В этом видео будем делать наращивание ногтей с помощью гель-лака. Интересно? Продолжай смотреть! Привет! С вами Анастасия. Это ногти на моей правой руке. Они так потрепаны, потому что некогда было сделать себе коррекцию, как всегда, да еще один ноготь сломался. Его можно нарастить любым материалом, гелем, полигелем, акрилом, гель-лаком с акриловой пудрой и так далее. Но если у вас нет ничего из этих материалов или вы еще не владеете моделированием, то небольшую длину можно нарастить и базой для гель-лака. При выполнении и наращивании гель-лаком необходимо соблюдать следующие условия. Таким способом можно нарастить только небольшую длину, удобнее будет работать базой густой консистенции и вам подойдут только жесткие базы. Как определить жесткость базы? Сейчас большинство американских брендов маркируют базой и жесткие, как правило, имеют в своем названии такие слова, как Builder или Structure. Европейские бренды это делают не всегда, поэтому можно обратиться к производителю или провести тест самостоятельно. Для этого нанесите каплю базы на любую глянцевую бумагу и просушите. После полимеризации обязательно подождите пару минут, чтобы база полностью остыла. После этого начинаем ее сгибать. При сгибании вы, в принципе, сразу почувствуете, какая является жесткой, потому что она больше сопротивляется вашему сгибанию. И вот сейчас, смотрите, слева у нас мягкая, справа жесткая. Слева она очень эластична и быстро возвращается, а справа она очень трудно и медленно сгибалась и при определенном сжатии даже сломалась. Левая при этом легко возвращается в исходное положение, соответственно, правая является жесткой и для наращивания подойдет. Как правило, подходящими свойствами для наращивания обладают классические прозрачные базы. Однако сейчас постепенно начинают появляться и камуфлирующие жесткие базы, но пока их не так много. Кстати, я могу поделиться с вами списком жестких баз, которые подойдут для наращивания. Для этого нужно подписаться на мой инстаграм и отправить мне в директ сообщение с текстом «Список баз». Сегодня я буду использовать базу от американского бренда Luminary. У них все базы имеют натуральные оттенки и подходят для наращивания любой длины. Я уже подготовила ноготь и теперь я склеиваю форму с другой стороны и ставлю ее на ноготь. Если бы я делала традиционное наращивание, я бы, конечно, ее подставила чуть выше, чтобы можно было сделать крутую арку. Но так как здесь я просто имитирую натуральный ноготь, то я ее ставлю чуть-чуть вниз, потому что все мои ногти при отрастании немного смотрят вниз. Наносим дегидратор и праймер только на половину ногтевой пластины. Затем беру базу и моделируем свободный край. Чем гуще вы возьмете базу, тем удобнее с ней будет работать, потому что она не будет сильно растекаться. Я советую сначала поставить каплю по центру и потом уже ее распределять на бока. Вы можете использовать кисть прямо из флакона, но если вы привыкли к своей любимой кисточке гелевой, то, конечно, можно использовать ее. Порой это будет даже удобнее. Полимеризуем. И теперь у нас уже есть свободный край. Можно снять форму. Теперь уже наша задача сделать архитектуру. Для этого я сначала промазываю всю поверхность тонким слоем. Кстати, если ногти сильно поврежденные или перепиленные, то я бы советовала нанести тонкий слой и просушить его в лампе. И только после этого продолжить моделирование. Но именно этот ноготь у меня не сильно пока что потрепан, поэтому я могу сразу же делать моделирование. Наносим тонкий слой. Беру каплю побольше и по принципу гелевого моделирования постепенно ее распределяю вниз. Кисточкой безотрывно я двигаюсь то вправо, то влево. И здесь самое главное не отрывать кисть. Если вы это будете делать, то у вас 100% появятся пузыри и поверхность будет не такая ровная. Самое главное сосредоточить максимальную толщину именно по центру, где у нас будет апекс. И аккуратно сводим к свободному краю. Там материал будет потоньше, но все-таки не слишком тонкий, не толщиной с волосок. Полимеризуем и так получилось, что у меня немного затекло навык. Видите, справа такое бывает, особенно когда работаешь на себе. Но не смертельно мы это можем все потом поправить опилом. На остальные ногти я просто буду делать обычное покрытие с выравниванием, потому что на них все-таки еще есть длина. Сначала наношу тонкий слой, затем уже беру каплю побольше, чтобы сделать ей выравнивание. При нанесении тонкого слоя очень важно полностью промазать всю поверхность, особенно не забывать про бока. Ну и конечно, чтобы не было затеков. Если у вас ярко выраженные валики, вы постоянно с ними мучаетесь, как у меня, то я нашла для себя единственный выход пока, это вот таким образом зажимом зажать свои валики снизу. Потому что сама я их разогнуть никак не могу, у меня всего две руки. Если я этого не сделаю, то у меня 100% валик прикоснется к материалу еще до полимеризации. Напишите, у кого есть подобная проблема при работе на себе. На клиентах, конечно, такой проблемы не стоит, потому что там я просто своей рукой оттягиваю валики. И ничего сложного в этом нет. Если вы имеете дело с ногтями, на которых все очень плохо держится, то я все-таки советовала бы сначала тоненьким слоем использовать прозрачную базу, потому что они не имеют уже никаких добавок, а значит имеют лучшую адгезию, то есть сцепку с натуральной ногтевой пластины. Ну а дальше уже само выравнивание и покрытие вы можете сделать камуфлирующей базой, чтобы получить красивый натуральный оттенок. Здесь я также нанесла тонкий слой и далее беру каплю. Есть, кстати, несколько способов ее распределить. Можно поставить по центру, как я сделала сейчас, и аккуратно распределить на бока. А можно начать прямо с кутикулы вниз, как я делала на указательном. Просушили, снимаем липкий слой и теперь необходимо подпилить форму, боковые, ну и немного поверхность. В данном случае я работала левой рукой, поэтому поверхность придется тоже подпилить. Если вы сделали все гладко, что запил не требуется, то достаточно просто подпилить по периметру, подпилить боковые и на этом все. Поверхность можете даже не шлифовать, если это не требуется. После этого я перекрываю топом и вот мои тряпочки превратились уже вот в это. После наращивания длинных ногтей мне все равно кажется, они как-то выглядят странно и обрублено. Но может это просто на контрасте, так, после длинных ногтей в форме миндаль. Напоминаю, что чтобы получить список жестких баз от меня, достаточно подписаться на мой инстаграм и написать в директ список баз. Буду ждать ваших сообщений. Спасибо, что смотрели мое видео. Если вы первый раз на моем канале, советую подписаться, потому что новые полезные видео выходят каждую неделю. До новых встреч. Пока-пока.